В поселке Беркакит Нерюнгринского района впервые за несколько лет прошла спартакиада среди трудовых коллективов. Стало это возможным благодаря вводу в эксплуатацию спортивного зала «Локомотив», где прошлой зимой властями поселка был проведен ремонт и сооружение перестало выполнять функцию склада. За соревнованиями трудящихся наблюдали наши корреспонденты. Спартакиада среди трудовых коллективов поселка Беркакит длилась несколько дней и была приурочена к ноябрьским праздникам. Прикада посвящена Дню Единства, Дню города Нерюнгринского района и прихода железной дороги в Южную Якутию. Приняло участие в данных мероприятиях более 150 человек, 13 команд, но это здорово. Команды соревновались по нескольким видам спорта – волейбол, мини-футбол, армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната, настольный теннис, шахматы. Трудовые коллективы с энтузиазмом откликнулись на предложение об участии в соревнованиях. В организациях и в трудовых коллективах отнеслись к этому только с положительной стороны. Почему? Потому что все люди засиделись уже за креслами, за компьютерами, так как все захотели подвигаться. Организаторы Спартакиады уверены, что это первый шаг на путь былой славы спортсменов поселка Беркакит. И в дальнейшем такие соревнования будут проводиться чаще. Результаты у нас и показатели наших спортсменов очень высокие. И можно соревноваться на городской Спартакиаде, на республиканской Спартакиаде, составлять конкуренцию. По итогам соревнований в общем зачете победителями Спартакиады стала команда Беркакитской дистанции пути ПЧ-23 капитан Машеев Роман. Второе место занял трудовой коллектив теплового эксплуатационного депо капитан Дремин Павел. И третье место команда эксплуатационного вагонного депо капитан Кожемякин Алексей. В соревнованиях по некоторым видам спорта участвовали также и школьники. А в день закрытия Спартакиады было принято решение об открытии шахматной секции для учащихся в местном Доме культуры. Галина Якимчак, Дмитрий Корбов, НВК Саха, Нерюнгри.